Привет! Не знаю как вам, а меня в данном случае помимо серьезного классического вида, более всего цепляет ретроградный указатель запаса хода на 40 часов. Мои ассоциации, что это словно запас мощности у аристократичного Роуз Рольса. Мы с вами уже знаем, что бренд Ориент берет свои истоки от Сёгору Йосида, который начал с продажи импортных часов в 1901 году и превратился вместе с Сейко и Ситизен впоследствии в большую тройку азиатских производителей в свое время японских механических часов. Кварцевые механизмы сегодня компания Ориент делает для бренда Сейко, с которым в 1985 году у Ориент случился альянс. А сама же фирма Ориент имеет два суббренда, извините за татологию, но бренд Ориент и Ориент Стар. Стар вы сейчас видите в видео, и он является более крутой и дорогой версией, но в любом случае сердцем часов этой японской фирмы является классический механизм, что на мой взгляд вызывает восхищение и лично меня завораживает своей работой. Притом это японское качество, способное служить и вам, и вашим детям, и внукам, в общем, это стоящая вещь, это на века. Механизм имеет автоподзавод. Стекло само собой вот такой роскошной модели, уже сапфировая, браслеты корпус из нержавеющей стали и часы способны выдерживать до 10 атмосфер. Сквозь прозрачное окошко на циферблате можно наблюдать за работой самого настоящего механизма часов, что лично мне, как человеку с высшим техническим образованием, очень греет душу. Понимаешь, что настоящая механика это вещь с большой буквы и еще и в безупречном по качеству японском исполнении. Официальная гарантия на данную модель составляет 24 месяца, хотя я уверен, что могли бы давать и 24 года. Я благодарю магазин MP Watch.ru, предоставивший эти часы на обзор. Я рекомендую вам перейти по ссылке в описании к видео и посмотреть на их ассортимент. Часы есть разные. Обязательно постараюсь раскрыть вам тему часов на примере как строгих серьезных моделей, так и более бюджетных и спортивных. Давайте проголосуем лайком к соответствующему комментарию. За что вы? Ариент с честной механикой или не менее любимый, но по-своему, например, Касио с кварцевым механизмом? Для того, чтобы видеть часы на моем канале и надеюсь на ваше одобрение подобных видео. Спасибо моим зрителям. Всем вам успехов! Просто чтобы было понимание разницы между коробочками от Ориент и от Ориент Стар. Ну и также здесь огромная разница на самом деле и по массе. Ну и упаковка нам тоже говорит о многом. Я думаю, что производитель упаковкой хочет сказать о том, насколько крутые его часы. Или по крайней мере какая-то из серий. Я бы никогда не подумал, что версия Стар, которая по картинкам очень красиво, но классически выглядит, может меня так зацепить. Вот эта вот механика, ну это прям реально. То есть цепляющий вариант. Причем, что интересно, браслет не цепляет волосы. Он тоже очень стильно сделан. Да и вообще очень-очень такой вот со вкусом, изысканно. И опять-таки японская механика, вот это вся качество. Реально часы очень зачетные. Опять-таки светлые часы. Ну опять-таки, все это на любителя. Кому что больше нравится. Но мне очень понравился этот вариант. Мне очень понравился этот облик. И честно говоря, я реально не ожидал от Ориент Стар, что меня не смогут зацепить. Ну почему-то не ожидал. Я думал, что меня больше зацепят какие-нибудь там Касио, там грубо говоря, Джешоки. Но нет. В данном случае Ориент Стар реально рулит. Реально очень-очень крутая классика. И тем, кто предпочитает классику, прям смело могу рекомендовать, впечатлен. Ко всему прочему, вот именно Стар-версия, которая вот такая вот с богато-богато оснащенным вот этим вот окошком, да, который показывает вам реальную эту механику, ну вот это, это, конечно же, завораживает. Просто респект, респект компании Ориент. Большое спасибо компании МП-Вотч за то, что предоставили такие часы на обзор. Было реально очень интересно познакомиться и думаю, что посмотреть вам было тоже интересно.